Сегодня мы решили установить эксперимент, насколько быстро люди среагируют на то, что человеку на улице стало плохо и окажут ему какую-то медицинскую помощь. Первое место действия – остановка Рихарда Зорги. Антон отправляется на установленное место и уже через пару шагов начинает хвататься за сердце, показывая, что чувствует себя нехорошо. Заняв место на скамейке, он начинает стонать от боли и хвататься за сердце. А помогите, люди кто-нибудь. Помогите. Люди внимания обращают, но почему-то проходят мимо. Первая героиня, готовая оказать помощь, появляется на второй минуты действа. Вместе с ней к Антону подтягивается еще группа школьниц. Эксперимент прекращается, когда женщина собирается вызвать скорую. На самом деле это у нас совершенно нормальный такой, постоянно такой. То есть вот сколько раз видели, действительно там мужчинам, женщинам встает плохо на улице, действительно люди не подходят. То есть это, ну вот так вот. В качестве второго места мы выбрали парк Победы. Там Антону пришлось померзнуть чуть дольше. Люди страдания человека видели, но продолжали проходить мимо. В конце концов ему удалось привлечь внимание девушки. Нерешительно остановившись, она явно боролась с желанием уйти. Но заметив, что мужчина упал со скамьи, прямо через сугроб рванула на помощь. Да я шла, думаю, ну валяется. Ну, поначалу подумала наркоман. Как бы неудивительно, а потом, да ну что-то, не может быть такого. Даже если наркоман, то подойду. Да страшно меня, он до сих пор колбасит. Мало ли что могло с человеком случиться. Чем нужно объяснить такое поведение у курганца? Думаю, страхом того, что неизвестно, кто может лежать. Мало ли что может случиться. Подойдешь, еще может ответить как-нибудь нехорошо. Таким образом, за 10 минут эксперимента 8 человек просто прошли мимо Антона. И лишь четверо были готовы оказать ему помощь. Мы благодарим наших героев и призываем курганцев не проходите мимо, когда в ваших руках, возможно, находится чужая жизнь.